привет всем ну что сегодня мы будем фаршировать перчик наливаем немножечко растительного масла сейчас мы будем пассеровать лук пассеровать будем морковь фарш мы уже перекрутили я беру только говядину вернее телятину молодую грамм под 700-800 перекрутила я фарш сделала я отварила предварительно стакан риса также почистила полторы морковки и две лучины ну что приступаем разогретую сковородку мы нарезаем лук полукольцами ну кто как любит так же проделаем со второй луковицы можно полукольца разделить на пополам давайте сразу разделить все но не мелочи так порезали на две лучинки мы берем ее поджимаем как ее разделить и выкладываем разогретая уже масло причем этапом у нас будет ребят будем перейдь на крупной терке морковь вот на этом лук мы не зажариваем морковь мы не зажарю мы просто пассерую так потерли мы всю морковку ребят я люблю моркови что было побольше так вычищаем и убираем пучок мы периодически помешиваем чтобы он не подгорал а просто пассеровался так ну что ребят морковка с луком наше уже почти готова для пассеровочки ну попассеровали еще немножечко так значит фарш у нас готов так ребята смотрите перец мы сразу же помыли перчик один в один я беру 15-16 перчин на вот эти ингредиенты то есть все от 700 до 800 грамм мясо перекручиваю стакан риса который увеличится два раза тоже не забываем это две луковицы полторы морковки большого размера все это пассеруется сюда будем добавлять теперь мы сухой чеснок мы будем добавлять паприку также будем добавлять кавказские травы базилик и кинзу так как у меня нету в свежем виде я всегда свежий нарезаю кинзу туда и петрушку или укроп то мы будем обходиться сухими сегодня смеси на так примерно сейчас мы возьмем чашку побольше потому что нам надо будет замешивать берем чашку поглубже так берем вот чашечку и перелаживаем чашку на свой фарш так переложили мы фарш ребят берем можем половину пока то что сварили мариса половинку отключаем с морковкой так берем соль примерно вот такого вот две щепотки таких хороших берем наш любимый чеснок так чеснок закончился берем паприки немножко так берем кавказский для остроты травы базилик он же цитрон до в народе и кинзу кинзу люблю запах вообще аромат влажив сюда побольше приправки можно отодвинуть теперь ребят добавляем мы немножко прям капельку вы сами понимаете и помните да что я вам говорила я добавляю всегда немножко постного масла для раскрытия приправ не перемешивая ложкой я одеваю перчаточку на руку и начинаю месить это руками потому что что касается мяса что касается фарша я всегда замешиваю только и мешали так перчаточку пока мы сняли у у нас готов лук с морковкой лук морковку мы добавляем сюда всю я максим потому что я люблю побольше посочнее чтобы было так ребят ну так как здесь я пока не могу поместить руками пока перемешиваем наш фарш вот так хотя можно подождать что постыл конечно лук с морковью но тем не менее будет остывать пока мы будем с вами очистить вычищать серединку перца посмотрели что все равно смотрите здесь идет больше лука морковки и мяса риса мало мы берем еще немножко риса подложим всего лишь стакан почти на 900 грамм я брала 820 грамм если точно быть фарша мясо стакан риса я думаю это немного добавляем кинзы и добавляем базилик люблю я люблю приправы поэтому наверное и вкусная кухня получается все таки украинская кухня очень вкусно вы сами знаете что украинка когда готовит за уши не оттянешь так но все крышечкой и отставляем пока чтобы он пропитывался будем говорить так тем временем все мы по убираем и будем продолжать дальше чистить перчик ну что мы приступим к чистке перца аккуратно нырочком нарезаем на кушечку и ручками застаем так ребят ну что почти весь почистили последний начнем фаршировать свои перцы чтобы было вот идеально чистенько так ну что ребят почистили мы свой перец сделали мы вот такой вот фарш приготовили кастрюльку и начинаем фаршировать берем перчик и фаршируем тоже люблю только руками делать не ложки не ложки не капитушки руками быстренько раз-раз и начинаем вот такой получается перчик смотрите вот так фаршируем поплотнее складываем в кастрюльку поплотней чтобы было меньше места пустого ребят ну что перчик мы с вами уложили в кастрюлю плотненько получилось у меня прямо ну кастрюля полная теперь берем томатную пасту я люблю делать именно густой и делаем томатную пасту чтоб она только было знаете вот именно густая густой консистенции не вода чтобы так и вливаем но только чтобы не не совсем она полная была потому что будет подниматься вот так хватит так отставляем накрываем мы крышкой ребят доводим до кипения и перчик у нас примерно 50 минут тушится у меня фарш еще остался сейчас мы добавим сюда яйцо и сделаем такие часа на ужин маленькие тефтельки сливочном соусе что ребят посмотрим наш перчик как он здесь себя чувствует очень красивый смотрите сейчас я вам покажу вот такая красота перчик у нас еще полчасика и уже будет готова такая густая видите вот густючая прямо ёшечка такая вообще так а у нас вот остался фарш сюда добавили одно яйцо и смотрите что и сейчас буду добавлять я вам уже не раз говорила что я очень очень люблю сыр я его везде добавляю берем прямо сыр натертый и добавляем в этот фарш который остался у нас перца так перчик мы накроем пускай дальше тушится так так ребят мы тем временем фаршек перемешиваем со своим сыром зачем добру пропадать осталось лепить туда в кастрюлю я не хочу но и так полно мы делаем немножко еще и потом еще отварим спагетти твердых сортов сделаем такие тефтели сырные сыр так все перемешали вот такая красота у нас получилось так ну что ребят мы тем временем разогрели сковородку налили масло грамм наверно так 50 60 ну и начинаем влажать вот просто ложечкой вот так вот свои котлетки вот я думаю штучек 8 их получится сейчас перевернем сейчас мы свои котлетки так и сейчас будем еще с этим токлеткам делаем немножечко просто вот спадлиться вот такой со шпиком или вот обычную маклу или вот такого плана гречная лапша тоже между прочим кстати ребят очень вкусная вещь периодически готовлю периодически вот беру смотрите вот такая вот это как бы на порцию вещь вообще хорошая и вкусная что будет больше сочетаться наверное делаем все таки шпинат будет очень вкусно а у нас идет приготовление полным ходом ребят перчик уже почти на готове осталось немножечко периодически открываем вот так вот поливаем его чтобы который вот головки ничего торчат да вот сверху не водички чтобы они были сочными красивый перчик да и котлетки видите какая красота у нас и котлетки у нас сейчас перевернем а так вот смотри бы хотел вам показать вот такие красоты получаются сейчас еще немножко все и потом еще приготовим спагетти к ним и будет у нас хорошее разнообразие и перец фаршированный и спагетти с такими сырно котлетками сырными и все подписывайтесь на мой канал если вы видите смотрите видео в инстаграме значит подписывайтесь на youtube который есть в шапке профиля если вы смотрите видео уже на youtube канале то подписывайтесь на мой канал на мою страничку в инстаграме она также добавлена и отмечена в описании блюд моих так что готовьте ребят а я буду радовать вас каждый день новыми рецептиками ну что ребят вот такая у нас красота получилась перчик у нас заготавливается и поставим варить макарошки так ну ребят все наш перчик готов смотрите какой он красивый получился так что мы его отключаем все теперь он настаивается и через часик нужно его будет кушать так что ребят спасибо кто смотрит спасибо моим новым подписчикам если вам все понравилось ставьте пожалуйста сердечки оставляйте комментарии хочется просто посмотреть вашу активность просто один смайлик выразите ту эмоцию как вам понравился рецепт а я с вами прощаюсь до следующего рецепта всего вам доброго до свидания а